Здравствуйте! Тема урока «Горные и равнинные реки». А цель урока – познакомиться с характерами течения рек и узнать, что такое пороги и водопады. На прошлом уроке мы с вами познакомились с понятием «река». Это поток воды, текущий в выработанном им русле. А на характер течения и скорость течения реки влияет рельеф, по которому протекает река. Равнинные реки текут спокойно в широких долинах. Типичным примером равнинной реки является Волга. Ее длина от истока до устья – 3530 километров. На этом расстоянии она спускается не более чем на 250 метров. Падение невысокое. Средняя скорость течения Волги – менее 1 метра в секунду. Не обладая достаточной силой для того, чтобы преодолеть препятствия и выработать ровный путь, река равнинная обычно извивается, обходя препятствия, и образует широкую долину, в которой извивается ее русло. Есть и другие примеры равнинных рек. Посмотрите на карту. Это Дон, Обь, Енисей и другие реки. Горные реки текут значительно быстрее. Они не образуют широких долин и крупных извилин. Обычно горные реки протекают по узким, глубоким долинам, и русло реки занимает всю долину. Многие реки, начинаясь в горах, потом переходят на равнину. И из горной реки постепенно река превращается в равнинную. Примером такой реки может быть Терек. Он берет начало в горах Кавказа на высоте более 6000 метров и впадает в Каспийское море. На протяжении 600 километров Терек спускается почти на 5000 метров. Это в 20 раз больше, чем спускается Волга. В верхнем течении по горным хребтам Терек бежит быстро, бурно, в узкой глубокой долине. Выходя на равнину, река извивается в широкой долине и протекает по дну, сложенному из наносов, принесенных сверху, из гор. Есть и другие примеры горных рек. Так, Колорадо, например, в Северной Америке, Конго в Африке, Хуанхэ и Янцзи в верхнем течении являются горными реками на материке Евразия. Даже на спокойных равнинных реках есть такие участки, где течение реки резко изменяется. Выходы горных пород, пересекающих русла и нагромождение камней, образуют пороги. Преодолевая их, река пенится, ускоряется и образуются водовороты. Порожистые места мешают судоходству. Падая с высокого уступа, река образует водопад. Водопады встречаются в горных районах и на возвышенных равнинах. Самый высокий в мире водопад, Анхель, находится в Южной Америке. Его высота 1054 метра. Открыт он был в 1935 году с самолета летчиком-анхелем, за что и получил такое название. Известный во всем мире Ниагарский водопад не является одним из высоких. Его высота 51 метр, а известно, что в мире водопадов высотой более 100 метров насчитывается около 20. Но зато этот водопад является самым мощным в мире водопадом. Через него проходят все воды великих американских озер. Сила падающей воды и огромные камни, падающие вместе с водой, образовали у подножия водопада многометровый котлован. Уступ постепенно разрушается водой и отодвигается вверх по течению со скоростью около 1 метра в год. Если это разрушение не остановится, то водопад дойдет до озера Эри и озеро может быть спущено. Итак, подведем итоги. Сегодня на уроке мы узнали, что реки могут быть горными или равнинными. И это зависит от рельефа, по которой протекает река. Что даже на равнинных реках могут возникать пороги. А в горах и на возвышенных равнинах могут встречаться водопады. На этом урок окончен. До свидания.